друзья всем привет в этом видео хочу сделать обзор ванной комнаты ремонт под ключ делал я его городе набережной челны по адресу бульвар цветочный дом 12b площадь данной комнаты составляла 5 и 6 квадратных метров и на этой площади я разместил все что хотел заказчик это ванна душевая кабина инсталляция бойлер стиральная машина раковина гигиенический душ тропический душ полотенцесушитель и теплые полы все это было сделано на данном объекте ну естественно после просмотра этого видео я думаю вы не останетесь равнодушным и по достоинству оцените весь этот ремонт ну хотя бы пальчиком вверх или комментарий под этим видео я думаю пора начать так как на данном этапе квартира жила и заказчики здесь проживают местами здесь находятся предметы гигиены наших заказчиков поэтому я начну сейчас с маленького это с инсталляции сейчас я вам покажу про расскажу немножко про эту инсталляцию но и потом мы будем по ходу движения продвигаться дальше возле инсталляции находится гигиенический душ этот гигиенический душ это уже моя излюбленная тематика я делаю вот такой вот кран просто кран который открывает и закрывает подачу воды а сама регулировка происходит в шахте в шахте находится термостатический смеситель который подмешивает воду в данном случае мы просто берем открываем воду снимаем лейку и уже пользуемся гигиеническим душем так как стоит термостат то температура постоянно регулировать ее не надо она с постоянной 38 градусов но в общем я чуть позже покажу вам сам этот термостатический смеситель на пока поговорим по про унитаз унитаз фирмы а им крепление у него находится вот в этом вот углубление и чаша у него полностью практически закрыта и нет никаких изгибов которые бы портили бы внешний вид и выглядит все так довольно таки красиво и приятно данная дальность стулчатка имеет функцию быстросъема ну для тех кто часто моет унитаз моет крышки от унитаза путем нажатия на эту кнопку мы просто снимаем крышку моем ее таким же образом просто возвращаем на место то есть крышка быстро съем очень легко снимается и можно и спокойно помыть также в этой крышке имеется газовый лифт который препятствует резкому падению крышки и тем самым она она не бьется об ободок унитаза так сама инсталляция у нас фирмы грое но система находится за стеной а здесь настолько кнопочка хромированная она на пневматическое то есть нет механических приводов которые бы со временем начинали скрипеть смывать не буду чтобы не создавать шум так далее здесь у нас плиточка и за этой плиточкой находится у нас люк скрытого монтажа легким нажатием на дверцу мы открываем ее и за ней видим такую картину здесь у нас бойлер бойлер у нас тут на 80 литров фирмы электролюкс далее здесь у нас счетчики редуктор давления фильтра краны но все как положено и здесь у нас находится смеситель который смеситель фирмы грое скрытого монтажа он за стенкой там у нас душевая кабина чуть позже мы к ней вернемся здесь в общем обратный клапана подмес далее там на душ и вот он самый самый-самый тот с чего я начал это термостатический смеситель который регулирует воду подачу на гигиенический душ тут просто регулируется очень просто поворачиваем раздаем температуру и уже постоянно температура идет на гигиенический душ можно сделать холодным можно сделать теплый это для кого как кому как нравится далее фильтр на бойлер вот здесь он в общем с предохранительный клапан здесь сливной механизм который я делаю из крана для стиральной машины также два манометра которые обязательно нужны когда установлен редуктор давления чтобы визуально можно было определить какое давление сейчас находится у нас системе ну тут в общем краны краны подачи на инсталляцию там внизу у нас канализация канализация и вот здесь вот в углу находится у меня блок питания на светодиодную ленту который идет подсветкой к зеркалу сейчас мы как раз перейдем к ней закрываем люк так в общем это зеркало вот она здравствуйте так размер зеркала 97 на 80 она сейчас утоплена в плитку сделал я ее в ровень с плиткой но сделал отдельно небольшое видео о том как это все происходило чтобы вы наглядно могли представить себе как это вообще можно реализовать без там особых усилий по краям находятся две светодиодные полосы выключатель у нас находится здесь нажав на выключатель мы включаем вот эти две полосочки и соответственно получаем дополнительную подсветку в районе зеркала это удобно там кто любит краситься по утрам либо просто чтобы не создавать много света можно просто войдя в комнату включить выключатель и соответственно небольшим освещением это ночью либо утром кому удобно тут пользуется просто подсветка зеркала также рядом находится розетка которая в которой можно включить фен зарядное устройство ну любой прибор который работает от сети пусть свет горит так раковина у нас накладная столешка сделан из гипсокартона плиточка здесь серенькая здесь я сделал в мозаичке ну так вот чтобы обыграть эту зону очень красиво мне кажется я думаю вам тоже это понравится и под раковиной находится стиральная машина высота раковина как вы понимаете уже стала выше так как сама высота стиральной машины 85 сантиметров и получается нужно было поднять столешку на этот уровень и плюс там гипсокартон профиля все это увеличивает слой столешки и соответственно раковина поднимается выше но со временем в общем это все привыкается и уже никто не обращает внимание на эту высоту очень удобно в общем нагибаться не приходится просто включаем воду и пользуемся раковиной смеситель здесь у нас установлен фировой гаппо такой же смеситель у нас на ванной раковина у нас фирма а я такой же как и унитаз унитаз тоже фирмы а ну в общем все здесь не герметизация сделана кстати зеркало тоже было промазано герметиком для того чтобы препятствовать попаданию воды под зеркало так как зеркало у нас находится в ровне со стеной поэтому нужно было сделать тоже декоративный шов который бы совпадал с самой плиточкой кстати вот такие вот хромированные полосы которые идут по всему периметру ванной комнаты хорошо сочетаются хромированными бордюрами которые также сделаны не просто так а специально для того чтобы подчеркнуть каждый угол который здесь есть в ванной комнате на самой столешке пришлось делать запил под 45 для того чтобы но не увеличивать объем данных на конструкции соответственно не просто не подрезать мозаику чтобы мозаика и столешка была в один уровень так ну в общем по всему периметру идут эти две линии здесь такой вот своеобразный декор внизу серенькая здесь чуть посветлее так на полу кстати тоже киров грани тоже такого серого цвета все гармонично смотрится сочетается совсем то что находится в комнате и вот здесь вот внизу находится регулятор теплого пола сейчас он выключен потому что в ванной комнате достаточно жарко работающий полотенцесушитель дает такую температуру что ну можно просто греться в ванной комнате в сезон даже когда холодно так ну в общем здесь вот у нас ванна ванна сделана под плитку без керамических бордюров как я говорил смеситель на ванной тоже фирмы гаппа вот такая вот леечка у него красивая прямоугольная но тут уже в общем заказчики все пользуется ванной поэтому немножко она уже запачкана но я думаю это ничего страшного все уберут после окончания ремонта так как я здесь еще делаю ремонт в туалете а в другом видео я вам покажу как он будет выглядеть поэтому не обращаем внимание на то что есть здесь в ванной комнате это уже в общем нас не касается но вот он полотенцесушитель идет размером 50 на 80 и здесь у меня установлены краны регулировочные то есть если вам слишком жарко вы можете закрыть кран прикрыть либо от закрыть его полностью чтобы полотенчик не был не такой горячий потому что хотя вам душу и кабину можно просто обжечься от него если будет очень жарко фирма так у нас aquanet это ванна размером 90 на 150 тоже на подбиралась индивидуально под этот проект потому что разработав проект изначально сразу замерил все размеры которые нужны были и уже по этому проекту мы подбирали всю сантехнику который который находится в данной комнате ну и соответственно все разработал сам все сантехнические моменты то есть как идет подача воды куда она сливается канализацию воду электрику сантехнику все это здесь я разрабатывал сам лично своих по своему проекту что же дальше теперь идет у нас душевая кабина это вообще отдельная тема по этому поводу тоже сделал отдельно видео про то как я расширял эту данную кабину и сделаю такой широкой что можно спокойно находиться в ней даже вдвоем ну и вот он этот смеситель фирмы грое который я говорил показывал начале видео который находится за стенкой вся у него все внутренности они находятся за стенкой а все что видим она сейчас находится здесь это у нас лейка которая при включении воды сразу подача идет на эту лейку а тут вот переключатель идет на тропический душ который тоже находится на потолке и одно специально рассчитаны на то чтобы вы может было спокойно мыться в душевой кабине и вода так красиво подавалась сверху так и еще один момент за этой версии вот тут вообще обратите внимание это здесь у нас люк скрытого монтажа тоже про него я как всегда сделал отдельное видео по герметизации по установке за ним у нас находятся краны залипает так но в общем здесь кранчики на воду и также кранчики на полотенцесушитель пришлось оставить этот люк для того чтобы можно было наблюдать за тем что происходит шахте так как если мы закроем мы никогда не сможем это увидеть поэтому люк нам нужен как раз для того чтобы но случае там если какие-то непредвиденные обстоятельства произойдут чтобы можно было открыть и иметь доступ до кранов либо там для ревизии так в общем закрываем люк люк сделан герметично и вода никаким образом туда просто попасть не сможет вот такой вот небольшой обзор в моей работы в этой квартире душевая кабина ванны унитаз раковина стиральная машина и я тоже был здесь вот такой ложь у меня ремонтик сейчас я сделаю пару еще фоновых обзоров так что после просмотра данного видео кстати да еще забыл сказать вентилятор тут тоже в тон нашей плитки тоже серенький и имеет отдельный выключатель на входе тут отдельный выключатель для света в комнате и отдельный выключатель для вентилятора так потолок здесь белый глянец 6 точечных светильников находится на потолке этого достаточно для того чтобы беспрепятственно осветить все это помещение не было слепых темных зон и все это выглядело красиво я думаю достаточно обзор я сделал и теперь жду ваших оценок в конце этого видео под этим видео в комментариях кстати еще один момент я здесь использовал маленький сифон для того чтобы уменьшить пространство под мойкой и заказчик мог спокойно здесь расположить бельевой шкаф также здесь есть краны на холодную горячую воду кран на стиралку и сифон мини сифон на стиральную машину все это находится в одном месте и в легком доступе то есть в любой момент можно спокойно дотянуться отключить либо включить воду розетка за стиральной машины находится для стиральной машины так ну что ж на этом все обзор ванной комнаты я считаю завершенным но также еще будут фото видео отчеты в моем инстаграме так что обязательно заходите туда подписывайтесь на инстаграм контакт ставьте лайки пишите комментарии ну и все что там в общем нужно делать для того чтобы просто было приятно смотреть и читать так ну ладно на этом все всем спасибо за внимание и до новых встреч на моем канале перестройка 116 всем пока пока увидимся на новых видео